Доброе утро, Талин! Мы получили хорьков и кроликов тоже, чипирование, вакцинация, ну и различные препараты против внешних и внутренних паразитов, чтобы люди могли себе позволить это сделать как раз предстоящей весной. Но те услуги, которые Вы упомянули, в принципе, их делают все ветеринарные клиники. Вот в чём заключается акция? У нас это очень неплохая цена, у нас нет платы за визит, клиника очень активно развивается, и мы способны принять большое количество людей. За один день часто это бывает и 25, и 30 человек, и мы очень часто и много делаем различные операции. То есть это бывает так, что стерилизации кошачьих, например, мы делаем по 3-4 в день, и в принципе для нас это обычная процедура. Какие-то условия или ограничения, требования предъявляются к тем людям, которые захотят поучаствовать в акции и привезти к Вам своё животное? Может быть, есть какие-то виды животных, которых Вы не сможете обслужить? Скажем так, что если Вы приводите кошку на стерилизацию, она не должна быть беременна, так же, как и собака. Я думаю, что это единственное ограничение, и, конечно, ограничений по местожительству у нас тоже нет. Ну, скажем, если человек хочет стерилизовать кошку или кастрировать кота, получается часто так, что буквально животное принимают на 2 часа, а потом, в принципе, либо нужно прерывать свой рабочий день и за ним ехать, а в воскресенье клиники не работают. Вот как у Вас? В воскресенье, в субботу мы работаем, в понедельник, в втором, в середину, в середину, в пятницу мы работаем. Мы работаем каждый день с 10 до 6. И вне зависимости, государственный это праздник или выходной день, мы всегда открыты. Если Вы не можете в течение дня забрать свою кошку, то можно привезти её с утра и забрать её после рабочего дня. То есть, пожалуйста, в полшестого без 15, 6 вы можете забрать своё животное. То есть, животное будет задержаться, за ним присмотрят? Да, конечно. Мы идём вот на такие уступки, и мы понимаем, что очень многие работают, и это не вопрос. А на выходных, пожалуйста, да, мы очень много записываем, у нас очень много клиентов на выходных, это удобные дни для людей, и мы рады Вас приветствовать. Ну, сейчас очень модно заводить каких-то экзотических зверушек, это и кролики, и хорьки, вплоть до того, что есть какие-то домашние свинки маленькие. То есть, каков Ваш диапазон? Диапазон, да, к нам и со свинками приходят, и с крысами, и с хорьками. Хорьки – это отдельная тема, к нам их приходит очень много, и заводчики хорьков тоже и чипируют, и стерилизуют, и кастрируют. Мы это делаем тоже, и, в принципе, здесь тоже нет никаких ограничений, пожалуйста, приходите, и заводчики кроликов, и сами кролики, хозяева с кроликами приходят, это не вопрос. Всё это рассматривается, мы с удовольствием ждём этих клиентов, и кастрации кролики мы делаем тоже, и стерилизации разные, это не вопрос. Если речь идёт о каких-то наиболее распространённых, скажем так, заболеваниях или дефектах, которые тоже требуют хирургического вмешательства, это тоже будет входить в рамки акции? Ну, нет. Акция – это всё-таки кастрация, стерилизация, а если, например, у вашей собаки 3 века или ещё какая-то проблема, мы решаем этот вопрос тоже, это не проблематично совершенно. Я думаю, что справиться мы сможем практически с любой задачей, кроме ортопедии, я думаю, потому что рентгена у нас нет, но ультразвуки и прочая диагностика у нас существует. Поэтому с рентгеном мы всё-таки направляем дальше в клиники и на дополнительное обследование, если это ортопедия. В заключении нашего выпуска, я думаю, стоит сказать, по каким телефонам люди могут зарегистрироваться и ещё раз повторить условия акции. Условия акции такие, что это стерилизация, кастрация кошек и собак, чипирование, вакцинация, внешние и внутренние паразиты. Всё это по очень хорошим скидкам. И телефон это 5349-6370. И работаем мы ежедневно с 10 до 6 и выходные дни тоже. И у нас нет платы за визиты, мы ждём людей в гости. Ну что же, Лариса, большое спасибо. Я думаю, что стоит напомнить, что эта акция длится до 30 июня. Информационный блок «Доброе утро, Таллин» подошёл к своему завершению. Я напоминаю, что в нашей утренней студии была директор Таллинского приюта для животных Лариса Козырева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова